Всем привет! В этом видео хотел бы вам показать, как зарегистрироваться на госуслугах. В поисковой строке в Яндексе набираем «Госуслуги в личный кабинет» и первым по списку выпадает официальный сайт госуслуг. Переходим в него. Сайт не всегда быстро загружается, поэтому нужно будет подождать. На этой странице опускаемся в самый низ и жмем кнопку «Зарегистрироваться». Теперь вам нужно выбрать, как произвести регистрацию. Онлайн через интернет-банк, но это при условии, если у вас есть какая-то карта российского банка. Дальше через центр обслуживания и можно выбрать другой способ регистрации. Там вы заполняете имя, фамилию, отчество, указываете телефон и так далее. Я буду регистрироваться онлайн через интернет-банк, поэтому посмотрите, как регистрироваться этим способом. Жму кнопку «Онлайн через интернет-банк». Открывается список доступных банков. Я выбираю «Промсвязь банк». Вас перебросят на официальную страницу вашего банка. В данном случае у меня банк PSB. Я опускаюсь чуть ниже и вот здесь есть инструкция, как зарегистрироваться на портале Госуслуг. Для этого мне понадобится личный кабинет, то есть установленное мобильное приложение в моем смартфоне. Как его установить, у меня есть отдельный видеоролик, ссылку оставляю в описании. Поэтому обязательно установите, если нет приложения. Если есть, тогда заходите сейчас в свое приложение PSB онлайн. Захожу в приложение PSB. В личном кабинете есть кнопка «Еще», которая расположена вот тут. Нажмите ее. Теперь тут нажмите там, где ваш профиль. И выбираем «Регистрация или подтверждение учетной записи на Госуслугах». Здесь жмем «Подтвердить учетную запись». При получении карточки у меня уже были указаны все данные в банке, поэтому они автоматически перенеслись вот сюда. Но осталось единственное поле, которое нужно заполнить. Это СНИЛС. Поэтому вводим ваш СНИЛС. СНИЛС выглядит вот так. Внимательно проверяем введенные цифры. Несколько раз проверьте, чтобы не допустили ошибки. И жмите кнопку «Далее». Сейчас вам поступит СМС-сообщение со специальным кодом, который нужно ввести вот сюда. Поэтому проверьте свой номер телефона и входящие сообщения. Если сообщение вдруг не получили, включите режим полета, либо авиарежим на 10-15 секунд. Потом выключите его. Тем самым мобильная сеть перезагрузится. А также проверьте баланс на вашем номере. Возможно у вас отрицательный баланс и СМС-ку вы не получите. Ввели код, внимательно проверили, жмем кнопку «Подтвердить». Теперь внимательно читаем текст. Дождитесь СМС-подтверждение на телефон. Будет указан ваш телефон от Госуслуг с номера 09919. Я получил СМС-ку буквально через 2 секунды. А также мне пришел одноразовый пароль для входа в личный кабинет в Госуслуги. Вернулся обратно на главную страницу. Сейчас здесь я введу номер телефона и введу пароль, который мне прислали в Госуслуги. Попробую войти. Теперь мне нужно ввести одноразовый СМС-ку, которую прислали мне Госуслуги. Итак, внимательно вводим эти цифры. Теперь жмем вот эту кнопку «Госуслуги». Здесь я опять нажму кнопку «Войти». Одноразовый пароль, который был выслан мне в сообщении, он уже недействительный. Теперь мне нужно придумать новый пароль, то есть создать свой собственный пароль. Вставляем пароль вверх, вставляем этот же пароль вниз и жмем кнопку «Продолжить». Отлично, регистрация на Госуслугах завершена. Теперь я рекомендую вам зайти в ваш личный профиль и проверить, чтобы все данные были успешно внесены. Итак, жмем вот здесь, где ваша аватарка. Выбираем профиль. Здесь появляется сообщение. Я жму кнопку «Продолжить». На следующей странице я опускаюсь вниз и даю все разрешения. Вы можете не давать, как хотите. Я нажимаю «Разрешить». Дальше жму кнопку «Продолжить». Ребята, дальше, я думаю, вы уже разберетесь. Но обратите внимание, вот мне пришло сообщение о том, что сейчас на мою почту пришло письмо от портала Госуслуг. В этом письме есть специальная ссылка для того, чтобы подтвердить регистрацию на этом портале. Поэтому сейчас я открою почту, найду это письмо, перейду по ссылке и произведу подтверждение регистрации аккаунта. У меня два входящих письма от Госуслуг. Первое письмо «Регистрация успешно завершена». Второе письмо «Подтвердите адрес электронной почты». Вот я открыл второе письмо. Здесь есть в тексте кнопка «Подтвердить». Вот жмете эту кнопочку, чтобы подтвердить. Теперь, если обратно вернуться в мой профиль, то обратите внимание, сейчас мне должно прийти смс-сообщение на номер телефона для того, чтобы подтвердить электронную почту. Поэтому дождитесь это смс-сообщение. Сообщение пришло моментально, вводим этот код. Будет сообщение, что электронная почта подтверждена. И теперь обратите внимание на этот текст. Видите, написано «Подтвержденная учетная запись». То есть, все, ваша запись подтверждена на Госуслугах. Можете не переживать и спать спокойно. Ребята, надеюсь, я вам помог. Но от меня к вам просьба. Не забывайте, пожалуйста, про отдых. И сейчас я хотел бы вам порекомендовать очень классную группу ВКонтакте «Я на юга». Через эту группу вы сможете бронировать жилье на море без посредников напрямую от хозяев. Ссылку оставляю в описании в первом закрепленном комментарии. Ребята, связи с этой непонятной ситуацией в мире YouTube, возможно, скоро могут заблокировать. Поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен и в Рутуб. Все эти каналы у меня уже есть. Ссылки также оставляю в описании. Переходите, подписывайтесь, чтобы не терять со мной связь. А для того, чтобы получить быстрый ответ на свой вопрос, рекомендую подписаться в мою группу ВКонтакте. После подписки нажмите кнопку «Сообщение» и задайте свой вопрос. Я вам очень быстро отвечу и помогу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.